Коллеги, вас вновь приветствует Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и какую компанию вы сегодня представляете? Добрый день. Меня зовут Назаров Павел. Я являюсь менеджером по развитию бизнеса компании Syslink DTS. Мы группа компаний. Наше подразделение представляет IT-платформу для крупных компаний-производителей. Мы более 20 лет на рынке. Мы собираем данные от дистрибьюторов крупных производителей и предоставляем их на ежедневной основе. То есть наши клиенты на ежедневной основе знают, куда они продают, по какой цене, для того, чтобы можно было оперативно получать данные и оперативно делать аналитику и какие-то ключевые выводы на основании этих данных. На нашей выставке вы хотите расширить свой список контактов ваших партнеров, укрепить какие-то данные? Или у вас какая-то есть конкретная цель? Вы представляете какой-то новый продукт? Да, вы правильно сказали. Тут, наверное, несколько задач и целей. Первая цель – это расширить клиентскую базу, рассказать что-то новое, что у нас появилось за то время, когда мы развивали продукт и мы его продолжаем развивать. Ключевые, наверное, точки развития – это аналитика. Мы сейчас делаем витрину данных красивую на основе BI. И компании могут очень быстро делать анализ для руководящего состава, для каких-то выводов. Ну и плюс к этому мы здесь представлены с партнером. Коллеги делают программу мотивационную для персонала, на основании которой можно очень быстро повысить продажи и получить возврат инвестиций. И такой вопрос. Тот год он показал свои клыки, была пандемия, и вот вы как специалист, который уже много лет на рынке, расскажите, какая тенденция нынче у ваших партнеров? Все стараются как раз уйти в IT-сегмент, считать цифрово или наоборот? Как бы мы откатились немножко назад, люди перестали тратить деньги на программные продукты, и как-то человеческий труд со счетами опять вошел в нашу жизнь. Скажите, какой был вектор развития? Да, хороший вопрос, спасибо. Действительно, прошлый год он был непростым. Не могу сказать, что для нас он оказался каким-то иным, потому что, да, вы правы, с одной стороны, люди, ну, немножко по-другому, возможно, начали экономить деньги, да, но если есть понимание тех IT-продуктов, которые, ну, не только влекут за собой затраты, а потом влекут возврат этих инвестиций, да, то компании все равно начали уходить как бы вот эту диджитализацию, да, и использовать продукты, которые повышают продажи. То есть, с одной стороны, руководство хочет сэкономить, да, с другой стороны, оно хочет повысить продажи. Вот как раз наш продукт, да, он как бы повышает эти продажи, и с той точки зрения, что люди ушли в онлайн, да, они как раз больше начали пользоваться IT-продуктами, какими-то мотивационными программами для того, чтобы люди, ну, каким-то образом начали больше продавать и инвестировать в IT. Ну, тогда мы пожелаем вам удачи и надеемся, что наша выставка в этом году подарит вам много новых партнеров, и, конечно, с удовольствием ждем вас в следующем году. Спасибо вам большое.